ДИСКЛЕЙМЕР 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 Я уже говорил в прошлой передаче, что это очень нравится зрителям. И в принципе так, многие игроки помнят об этом. ДИСКЛЕЙМЕР 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 Это такая экспертная концовка любой атаки. А мы вновь возвращаемся к матчу Pacers Warriors. Вот результаты игроков. У Pacers лучший был центровой Нед Смитс, а в команде Golden State Warriors по 9 очков у Спрео и Сарджи. Мы еще вернемся, естественно, к этому матчу. А пока мы в Фениксе, где эта команда принимает San Antonio Perth. И главное событие этого матча, конечно же, то, что Чарльз Баркли, знаменитый баскетболистом, баскетболистом Байан, вновь втроем, он наконец-то после травмы появился на площадке в составе Феникс Сан. Ну, здесь, я думаю, что коммуникаторы и телеоператоры, конечно, привлекут наше внимание к друг персону. Это к адмиралу Робинсона, который завершает сейчас им процов. И как же Баркли, игрокам Dream Team 1. И так же в Фениксе играет дамная армия по игроку Dream Team 2. Хотя бы был в Торонто. Вот нам показывают несколько атак, которые завершает Баркли. И так своеобразное вступление закончилось. Идет вторая четверть. Счет равный 40-40. Перед ошибкой защитников, которая позволила Северину выйти без мяча в ходщик, ослеживая великолепная передача Чарльз Баркли и 2 очка в корзину. В этой встрече очень удивительная ситуация. Что Робинсон играет против Баркли в обороне. И Баркли намного ниже ростом. Конечно, в поле имеет преимущество. Я не знаю, это или тактическая задумка тренера, но, как покажет матч, очень неудачно. Замаска-темни второй the crowd Не оброжденный сад или вот живую и вот здоровую. Теперь я это уже на принятии для пред하시는 хозяев. За впервые видел такой кандомной площадке с Насом Антонио. Дэлд Робинсон вместе с Мэзисом Малоном, одним из сторожев NBA. Санц Определена опять-то санц В данной армии Прорва под вороны по центру Прошло и забил его в бойце Это такой отрезок матча, где Каждой минутой Возрастает преимущество Санц, уже достигла на 6 очков На улице практически аналогичный Бросок Уже в конце феноса При каких лет Три секдая Каждый 5兩 Пゲуло Потому что Батерин Выстраивает контратак Винни Дельнгро Винни Дельнгро Винни Дельнгро 3-4 года больше играл в Италию за клуб Донетон. И в Италию он делал практически все, что хотел. Здесь, конечно, у него такой свободы нет, потому что против него играют были сильные противники. Но все равно мне очень нравится их играть. И сейчас очередная атака, которая прекрасно завершила Барклер. Сергей, вот левопытный момент. Вот мы говорили, что самые разные баскетболисты бывают ЛНГ. Вот данная Шанжа Барклер, тоже у него где-то интересное, что 90-х, где-то у него рост всего, а вес 1050 килограмм. По нашим понятиям, конечно, она очень тяжелая для своего роста, но здесь нужна относительная сила. Если сила позволяет ему играть с таким весом, конечно, это дает ему преимущество огромное. И вот же на наших экранах все равно противоположные примеры. Миллер, это мы уже вернулись снова в Индианаполис. И игрок команды Пэйсерс. А Миллер, у него 101 сантиметр рост. 200, 200. 201, естественно. И овец всего 84 килограмма. Для всех есть место в Инберии. Две звезды, суперзвезды, да. Я считаю, что это и прекрасно, потому что каждая игрок, каждый человек сугубо индивидуалом. И развитие, используя свои лучшие качества, это главное в спорте, мне кажется. И вот, наконец-то, первый удачный трехочковый бросок Миллера. Я думаю, что она говорит, что у него игра пошла, но отрыв, посмотрите, уже пять очков впереди. Зрители заждались этих бросков. Я думаю, что Реджи Миллер нервничает после неудачного первого этапа. И это ему как раз и мешает играть так, как он умеет. Бросать так, как он умеет. Это очень удачно перехватил мяч, но могла бы быть очень эффектная атака, если это пас. не глядя на шоу своего адреса. И тут же Тим Ардуй наказывает за эту ошибку. Я уже говорил, чем хороши игроки НБР. Они используют каждую ошибку своего противника. Налейшую возможность. Освободился и тут же использовал момент. Здесь явно нервничает мяч. Мир совершает пробежку из обиднейшей ситуации. Я считаю, что все эти эпизоды говорят о том, что такой бы великий игрок не был, он все равно остается наемхальным человеком. И не свойствен расшир. Игра достаточно медленная и не дает преимущества Верес. Не дает, он не имеет высоких центров сейчас играть так медленно. Главное входит Верес это быстрое контракат, хорошие броски. Вот сейчас спрюм. многие болельщики думают что такое нападение. Но посмотрите на повторе. Игрок Верес смещался уже после того, как матч был в руках в Роджи-Мире. Видите, он сделал два шага вправо и наказан персональным замечанием. Если бы он занял позицию раньше, конечно, ходит в руках. Аминдер приносит три очка. Уже отдачная атака и удачная штрафная и преимущество совсем возрастает. Аминдер Аминдер пытается играть опять позиционно и опять неудачно. Очень здорово сейчас перехватывал мильер мяч, но в итоге потерял быстрый и пробежка была явная. Безусловно. Игрок до получения вернее то, что получил мяч, сделал два коротких шага и попытался сделать до получения двери. А этот видеоклип посвящен одной из команд участников этого матча команде Golden State Warriors. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с вами на площадке в Индианаполисе, где продолжается матч Индиана и Golden State Warriors. Кимкарду и на ваших экранах и Ориджи Миллер. Звезды вот той и другой команды. За лицевой вводит мяч хозяева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это не основной пузырь для Golden State. Я не имею шансов выиграть в Индиане, играя позиционно. Вот опять пытался, разумею, атаковать своим вторым прохожковым броском, но вероятность и Владимир его один. Еще один бросок. Видите, никакого сомнений нет. Он очень много промажет сегодня. Но когда сделала комбинация для него, вы поставили за сном для него, он освободился, получил мяч, и если он не будет бросать за то, что нужно делать эту комбинацию. Он рискнул и попал. Соперники как-то не могли решили, что опасаться имени ровной истории. Атака более динамичная со стороны преодолевается. Наверное, в такой момент есть для него игра. Это если матч. Коже словно, но когда Лейл пытается отдать мяч в низкую позицию, сейчас это оправданно, потому что Рик Смит высокий центр. Перед вверху, и виталий бросил трех шпор высот. Это бросил как попало, что самое главное. И вот благодаря этим трехочковым броскам, которые мы видели в последние минуты, посмотрите, насколько велико сейчас преимущество «Индианы». Вот закончилась третья четверть, и команда уходит на последний перерыв. Хотя сложно делать прогнозы в играх «Индианы», но я думаю, что «Индианы»